А в начале второй части программы, уже интерактивной части, у меня небольшое объявление. Город роскоши и больших денег. Город миллионеров и город разноцветных лиц. Город чудес. Город, в котором все бегут, спешат жить, любить, творить. Это Нью-Йорк. Это его неповторимые улицы, а они известны всему миру Бродвы, Центральный парк, Тайм-сквер, Куани-Аллен, театры, музеи, памятники, небоскребы, грохочущие поеда с собой, необъятные океанские пляжи. Это жители Нью-Йорка. Конечно, они не похожи на жителей других городов. У них своя манера одеваться, свой образ жизни, темп, сленг. Нью-Йорк многолик, неповторим, великолепен, загадочен, величественен, призрачен и прозрачен. В мои книги «Нью-Йорк. Город и люди» вы узнаете, как рушечный голландский форпост на самом краю света чудесным образом превратился в столицу мира. Город, который никогда не спит, и эпицентр западной цивилизации. Ни одно поколение людей объясняется в любви этому городу, пытается его понять и объяснить. Я тоже попытался это сделать. Насколько это получилось, судить вам. Книгу можно найти как в интернет-портале lulu.com, так и в магазине Санкт-Петербург на Брайтоне. Вы там можете снять книгу с полки, перелистать ее страницы, посмотреть иллюстрации, их более ста, и окунуться с головой в жизнь великого города. Кстати, отрывки из книги сейчас публикуются и в вечернем Нью-Йорке. Вы можете познакомиться с содержимой этой книги и таким образом. Ну, а если вы решили приобрести на lulu.com, то выйдя на сайт, вы увидите шесть подразделов. Вам нужен последний, Bookstore. Затем, в появившемся окошке, напишите «Нью-Йорк, город и люди» или даже проще «Нью-Йорк». Нажмите на клавишу вашего компьютера «Enter», и книга перед вами – lulu.com. Ну что ж, а теперь давайте послушаем вас, что вы обо всем этом думаете. Здравствуйте, вы эфире. Добрый день, Алексей. Удручает ваш анализ? Ваш анализ удручает. Он более сценарный, чем имеющий отношение к реальным событиям. Почему он сценарный? По порядку. Кто был инициатором? Вы сами говорите, концентрация войн – это принуждение к переговорам. Допустим, Путину нужны переговоры. Допустим, американцы были инициаторами. Это не суть важна. Когда вы говорите о слабости Белого дома, вы упускаете одну самую важную вещь. Белый дом не выступал на этих переговорах в роли миротворца. Он не уговаривал Путина оккупировать Украину, вторгаться или не вторгаться. Это митинг был для того, чтобы пост Соловьева, он хотел цену. Вот Путину назвали цену, какая будет цена. И когда вы говорите, что цены нет, вы уже доходите до того, что Россия чуть ли не будет принимать участие в разделе мира. Вы используете какого-то там Соловьева, такого пропагандона геббелевского типа, который до Аляски уже дошел. Но это уже гротеск, извините меня. Поэтому основная задача была Путина, задача Белого дома, донести Путину цену, какую он заплатит. Потом, если вы говорите, что Белый дом проявил слабость, дорога открыта Путину, вперед, и танки наши быстры. Но, но, никуда Путин не пойдет. Не пошел он весной, и сейчас он никуда не пойдет. Он знает, какая будет цена. Поэтому слабости вообще нет никакой. Можно ли... А если цена у алифийских событий, конечно, есть. Конечно, есть. Если завтра солдат путинский переступит ту черту, которую нельзя переступать, то красные линии будут бумерангом. Экономия России будет разрушена до тла. Поэтому нужно как-то отталкиваться, мне кажется, больше от реальных событий, чем создавать какую-то сценарную дискуссию. Спасибо. Всего вам доброго. Спасибо за ваше мнение. Очень интересно. И вы знаете, вот такое мнение для меня очень дорого, потому что оно резко расширяет пространство нашей дискуссии. Мне бы хотелось, чтобы в нашей программе звучали совершенно разные голоса, которые предлагали бы принципиально различную оценку этой ситуации. Только тогда, только в этом случае мы с вами сможем чем-либо разобраться, когда будет звучать множество голосов. Давайте теперь послушаем вас. Что вы об этом думаете? Здравствуйте, вы эфире. Добрый день, Алексей. Жизнь одного человека, она бесценна. А уж говорить о жизни всего человечества, а именно сейчас ставится точно так вопрос, потому что Соловьев пересел столько государств, и включая саму Америку, это говорит о том, о мировой войне идет разговор. А это значит о всем человечестве. И тут бы как бы кому не заиграться. Не обязательно Путин нападет на Украину. Украинцы могут напасть на Донбасс. И тогда Путин будет вынужден защищаться. И начнется этот пожар. Поэтому я думаю, тут как бы не заиграться. Надо, я уверен... Эдуард, я вас услышал. Давайте, не уходите, пожалуйста. Давайте поговорим. Вы помните, может, вы не помните, я напомню, что когда Зеленский собрался в президенты Украины, он выдвинул такой лозунг, надо прекратить стрелять. И народ Украины этот лозунг услышал, подхватил. За Зеленского проголосовало 73% граждан Украины. Как вы считаете, вот с таким президентом, с Владимиром Зеленским, Украина реально может напасть на Донбасс? Как вы думаете? Я очень хорошо помню, как он там на колени вставал и клялся, что он мир принесет в Донбасс. И даже, по-моему, что-то пытался поехать. Но года уходят, а там только хуже обстановка встает. Я думаю, что Зеленский ничего не сможет сделать. Украинцы нужны другой президент. Абсолютно другой. Но подождите, вот Эдуард, вот вы считаете, что вот сегодняшняя Украина с президентом Зеленским во главе, она способна, как вы говорите, напасть на Донбасс? А это да. Он слаб, а националисты там они очень такие. Понятно. Понятно. Спасибо за ваш ответ. Спасибо. Ну хорошо. Давайте тогда продолжим этот разговор вместе с вами. А что вы думаете об этом? Здравствуйте в эфире. Здравствуйте, Алексей. Хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом, потому что я... Я слушаю про... Да. Вы знаете, я думаю, когда я слушаю часто вот насчет сейчас этого конфликта, который сходится на Украине, вот у меня к вам два вопроса. Первый короткий такой. Вот как вы думаете, вот такой человек, как Путин, ну он богатейший человек, не важно там, наворовал, не воровал, он богатейший человек и прочее. Вообще ему нужна война, понимаете. Когда говорят, что он боится последствий или непоследствий, то в целом я считаю, что лучше воевать не с Украиной, скажем, украинцы еще кое-как отвертят. А можно вообще за два дня, чтобы русские танки вышли к Ла-Маншу, и я вас уверяю, никто даже ни одну поле не пустит, никакой пьяный грек, никакой португалец и так далее, понимаете. Это риска меньше. Другое дело, что Путину эта война не нужна. Вот ему лично, его ближайшему окружению, но сейчас, конечно, окружение поменялось. Вот те силовики, которые пришли, которые не успели вложить деньги, скажем, за границей, те его упакают вот на такие поступки. И там непонятно, что придет. Но лично Путину, не потому что он боится или не боится, ему просто вот как личность, она ему, эта война совершенно не нужна. Ну вот это вот мое мнение, поэтому никакой войны, конечно, в Украине не будет. Так я считаю. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Марк. Марк. Марк, замечательно. Давайте поговорим с вами вот о чем. Нужна ли война Путину, или не нужна война Путину? Безусловно, война как война, Путину не нужна. Он не милитарист, он не выходит из военной среды, он, знаете, вот, не из той среды, которая обожает парады, движения танков, летят самолеты, нет. Он абсолютно вышел из другой среды. То есть, с этим тезисом, с вашим, нужна ли война, как война Путину, я согласен. Но Путин строит или восстанавливает либо Советский Союз, либо Российскую империю в любом другом качестве, и он применяет различные средства, различные меры для того, чтобы эту задачу, которая, наверное, для него является главной, целью его жизни решить. Если можно эту задачу выполнить, не прибегая к военным средствам, конечно же, он к ним не прибегает. Но в тот момент, когда он считает, что, знаете, ведь говорят же, что пушки – это последнее средство короля. И вот когда он считает, что других средств решения этой задачи, задача главная, восстановления Советского Союза или Российской империи нет, вот тогда он прибегает к военным средствам. Он прибегал к ним уже дважды. Это 2008 год Грузия, и это 2014 год, и 2015 год – это уже Украина. И если, допустим, аннексия Крыма в этом контексте была абсолютно идеальной, там не прозвучал ни один выстрел, не пролилась ни одна капля крови, а Крым стал российский, как так говорили, Крым наш, то это был бы некий идеальный вариант. Но, судя по всему, с Украины образца 2021 года этот вариант не проходит, в отличие от того, что было в 2014 году. Вот в чем принципиальное отличие. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что Путин не милитарист, что он не считает, что война – это, знаете, какое-то универсальное средство, которым можно решить все проблемы, но он считает ее неким последним средством для решения этой задачи. Вот вы хотели услышать мое мнение, вот я с вами поделился. Нет, но я хотел другое мнение услышать. Я с вами не согласен. Знаете почему? Потому что не это главная задача Путина. Да, Путин хочет, у него настроено, и в России очень многие хотят люди, у них опять имперские понятия и прочее. Да, и поэтому он слышит эти настроения, пожалуй, большей части России, которые хотят, мы им покажем, мы им покажем хоть чем-то, понимаете, но это его главная задача. Его главная задача – сохранить деньги, которые наворовал его ближайшее окружение, передать. Марк, не перимитизируйте, это примитив. Деньги – это уже пройденный этап. Его давно уже деньги, как деньги, не волнуют. Он действительно может быть самым богатым человеком на Земле, а может быть и нет, но очевидно, что деньги, как деньги, его сейчас уже просто не занимают. Его занимаются всем другой, в этом не сомневаюсь. Понимаете, когда приходит определенный момент в развитии, каким образом себя человек ощущает на высшем государственном посту, а он уже во главе России 20 лет, я думаю, что сейчас он наедине с историей, а не со своим банковским счетом. Спасибо, Марк. Не-не-не. Деньги это давно проехали. Сейчас речь идет о совершенно других вещах. И, в общем-то, это понимают все в его окружении, это понимают все, кто освещает ситуацию в России, кто живет в России, кто живет в Москве. Нет, речь идет о совсем другом. А восстановление чего-то очень большого, что одни называют Российской империей, другие Советским Союзом, Третьей Красной империей, Четвертой еще как-то. Вот это его главная задача. Вот эту цель он поставил перед собой. И обратите внимание, идет он к ней последовательно и неуклонно. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире. Да. Харро. Да, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Я бы вам вот что-то, я бы хотел сказать, вот здесь живут украинцы, да, они говорят, надо убивать, 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 они вот настроены на это, я не знаю, почему они такие агрессивные, надо русских убивать, убивать. Что сделали русские? Скажите, пожалуйста, я понял. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Боря. Боря, обратите внимание, вы сказали, украинцы, которые живут здесь, да? Вот очень легко быть таким боевым, когда ты живешь очень далеко от того места, где сейчас происходят все эти события. Понимаете, если же вы поговорите с украинцами, которые живут в Харькове, в Днепре, в Запорожье, то они абсолютно никого не хотят убивать. Они хотят жить, они хотят развиваться, они хотят жить лучше сегодня, чем вчера. Они хотят расти детей, они хотят, чтобы у этих детей была лучшая жизнь, чем у них. Они абсолютно никого не хотят убивать, но они не хотят быть убитыми. Понимаете, в чем дело? Спасибо, Боря. А вот эти разговоры тех, кто живет здесь, да не обращайте его внимания. Эти люди убежали с Украины для того, чтобы никоим образом не участвовать в том, что там происходит. Поэтому пусть говорят. Не обращайте внимания. Обращайте внимание на то, что говорят те, кто живет в Украине. Вот, например, товарищ ближайший, товарищ моего сына, который живет в Киеве, вот он сейчас задумается о покупке дома. Вот он долго, много лет собирал деньги. И они живут в квартире, вот ему хочется, у него дети, ему хочется, чтобы дети росли на свежем воздухе, ему хочется, чтобы у него росли на его участке какие-то хорошие деревья, ему хотелось бы, чтобы у него были свои вишни, яблони, груши, чтобы дети могли их срывать. Вы понимаете, вот те люди, которые живут в Украине, они не хотят брать в руки оружие. Они не хотят никого убивать. В принципе, они просто хотят жить. И создавать лучшую жизнь для своих детей. Вот так просто обстоит дело. Но они, в свою очередь, и не хотят быть убитыми. И тем более, они не хотят, чтобы какая-то угроза была для их детей. Понятные, на мой взгляд, чувства. Здравствуйте, вы эфире. Добрый день, Алексей. Добрый день. Я был немножко военным, но обо мне говорить не будем. У меня вот такое маленькое мнение. Если я что-то не то скажу заранее, прошу прощения. Я думаю, вот как. Этих об Украину и Россию лоб об лоб столкнутся, нужно в пределах границы. И пускай они друг друга человек пять-шесть тысяч убивают. Потом, потом русский народ сам схавает этого президента России, Путина. И все. Я больше ничего не могу говорить. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Вы знаете, такая уже несколько, как вам сказать, очень эмоциональная концепция того, что происходит. Мне бы хотелось, чтобы не прозвучал ни один выстрел, чтобы не пролилась ни одна капля крови. Ни русская, ни украинская, ни какая-либо другая. Да, вот посмотрите, какая потрясающая ценность. Это простая мирная жизнь. Вот простая мирная жизнь с простыми мирными заботами. Когда можно просто жить, просто радоваться жизни, которая оказывается очень быстротечной, очень уязвимой. Уязвимой в эту эпоху пандемии. Завтра мы с вами поговорим о том, что происходило в нашем штате Кентаке. Какие природные страшнейшие бедствия грозят человеку. И в этих условиях, в условиях, когда жизнь и так очень хрупка, ну, зачем же поднимать оружие? Зачем же его брать в руки? Да, вот такая вот очень простая концепция. Живи и давай жить другим. Что может быть проще? Я не знаю. Для меня это, наверное, самый главный принцип. Просто живи и давай жить другим. И тем не менее, существуют армии, существует вооружение. Вооружение совершенствуется, накапливается. Наконец мы подошли к какому-то порогу, когда это оружие может попросту уничтожить очень быстро весь мир. Вот в этой ситуации мы должны очень, знаете как, очень трезво и очень осторожно относиться ко всем ситуациям, когда может прогреметь хотя бы один выстрел. Потому что, когда войны начинаются, об этом говорит весь опыт человечества, остановить их очень трудно, а порой невозможно. На этом, дорогие друзья, я должен остановиться. подошло время моего выхода. Я должен уйти из эфира. А вы оставайтесь вместе с нами. Будьте здоровы. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова